Приветствую, дорогие братья и сестры. Слава Господу за то, что у нас есть еще один вторник. Еще одно собрание, в котором мы можем реально познавать Бога. Вот то, о чем сейчас Юрий Иванович говорил. Знаете, все мы с вами живем какими-то правилами. У нас есть какие-то барьеры или какие-то заборы, которые мы себе ставим. И, наверное, христианин отличается тем, что он живет не по своим принципам, он живет по принципам Божьим. Он хочет знать Бога, он хочет знать Его характер. Хочет знать Его природу. И те принципы, по которым он живет, они должны исходить действительно из священного писания. Потому что если мы не будем знать это писание, то у нас не остается больше вариантов, как делать свои правила или жить по своим правилам. Поэтому это та цель, которую мы с вами преследуем, изучая вот эти книги Библии. Когда у нас есть возможность за одно собрание просмотреть целую книгу. И хотя мы не имеем возможности просмотреть каждый стих, но у нас главная цель посмотреть, для чего Бог записал эту книгу в Писании и что Он хочет нам сказать. Что Он в этой книге говорит о себе, о нас с вами, о человеке и о нашем отношении к Богу. И очередная наша книга сегодня – это книга Эзекииля. Пожалуйста, откройте со мной эту книгу. Это третий, как мы их называем, большой пророк в Писании. Старый Завет, он содержит в себе малых пророков и больших пророков. Малые, не имеется в виду, что они менее значимы или они более были молодыми, но по размеру они чуть меньше. И вот мы с вами начали с пророка Исаии, мы прошли уже с вами пророка Иеремии. И сегодня это книга пророка Эзекииля. Это еще один большой пророк. Пророк Эзекииль, он нес свое служение во время Вавилонского плена. И он написал эту книгу во время Вавилонского плена. Давайте себе немножко напомним то, о чем мы говорили в прошедшие несколько вторников. Напомним, что в 605 году, в 597 году и в 586 году до Рождества Христова было три волны, когда Вавилон пришел в Иудею и он забрал в плен Иудеев. Это было наказание от Бога. И Эзекииль, он попал в этот второй плен. Было три волны. В 605 году мы с вами в следующий раз посмотрим на книгу Даниила. Даниил был один из пленников, который был забран еще, будучи подростком, в этой первой волне. Вот, Иезекииль оказался в этой второй волне, в 597 году. На то время ему было примерно 25 лет, когда он пошел в этот плен. Вот, и если вы вспомните пророка Исаию, Исаия писал за несколько десятков лет до плена. Он писал примерно в 700 году, вот, может быть, чуть раньше. И он предсказывал, он пророчествовал Южному царству о том, что скоро грядет суд Божий, что им нужно раскаяться. Вот, за ним потом следовал Иеремия. Так вот, Иеремия уже пророчествовал в последние дни перед Вавилонским пленом. Он пророчествовал во время последних четыре царя Иудейского Южного царства. Вот, и потом у нас уже чуть позже этого писал Иезекииль. Вот, Иезекииль, он застал само это переселение в Вавилон, и он уже писал из Вавилонского пленения. В это время мы с вами видим, что иудеи все равно нуждались в ожесточении. Или не ожесточении, они все равно находились в ожесточении, и они нуждались в смягчении их сердца. Бог уже их очень много наказывал, Бог уже их очень много дисциплинировал. Но, знаете, вот в это время иудеи находились в таком состоянии, я не знаю, если вам приходилось встречаться с такими людьми, когда ты видишь, что уже Бог их уже много раз наказывал. И, возможно, у них уже жизнь идет уже вверх ногами, у них уже ничего не получается. Они уже еле живые, но люди все равно упорствуют, люди все равно не хотят внимать законам Божьим. Они все равно идут против Бога. Что-то подобное мы видим здесь. Уже столько много произошло в жизни иудеев. И если вы помните, уже в книге пророка Иеремии мы читали, когда Бог говорит, от вас уже живого места не осталось, есть такое выражение. Уже некуда вас дальше наказывать. Уже вроде бы уже избиты полностью, уже искалечены все. Но эти люди, они все равно продолжают жить по своим видениям. Они все равно продолжают уходить в идолопоклонство. Они не слушаются Бога. И книга пророка Иезекииля отличается немножко от пророка Иеремии и Исаии тем, что в то время как Исаия и Иеремия, они призывали людей к покаянию, и они говорили, что в принципе еще, может быть, есть возможность что-то исправить. Или они говорили, отвратитесь от вашего пути. Так вот, Иезекииль, он очень мало проповедует покаяния. Очень мало. Здесь есть буквально несколько стихов, когда он уже в плену говорит им о том, чтобы они покаялись или сокрушились, или смирились перед Богом. Но в основном Иезекииль – это был пророк суда Божьего. Он начал свое служение, когда еще не было этой третьей волны на выходе Носора, когда он полностью разрушил Иерусалим и полностью разрушил храм. И вот в это время он предупреждает, и он говорит, уже все, уже ваше время истекло, Бог уже решил, Он вас будет наказывать. И поэтому Иезекииль – это пророк суда. Это не столько пророк покаяния, как это было Иеремия или Исаия. Это пророк, который только говорил о Божьем суде. Но также эта книга делится на две части. Как и книга пророка Исаия, она имеет в себе первую часть, где он говорит о Божьем суде, и она имеет в себе вторую часть, где он говорит о Божьей надежде, которую Бог дает этому израильскому народу в будущем. В принципе, когда мы с вами, друзья, читаем пророческие книги, они где-то повторяются, или те темы, которые эти пророки открывают перед нами, они повторяются тем, что везде Бог провозглашает или обличает этот народ, и Он обязательно говорит, что в будущем все-таки у них есть надежда, в будущем Бог даст им новое сердце, Он заключит с ними Новый Завет. И это мы сегодня также увидим в этой книге Иезекииля. Немножко о самом Иезекииле. Это малоизвестный пророк, мы о нем очень мало находим ссылок вообще в Библии, но одно мы знаем, что он был священником. Вот в третьем стихе мы читаем в первой главе об этом. Также мы знаем, что у него была жена, которую Бог у него в одно время взял от него, забрал у него, она умерла. Это об этом написано в 24 главе, в 18 стихе. И хотя о нем не упоминается в других книгах Ветхого Завета, но Иезекииль упоминает других мужей Божьих, таких как Даниил, таких как Иов или Ной. Мы говорили, что Даниил еще до Иезекииля был переселен в Вавилон, и поэтому, возможно, они там встретились с Иезекиилем, они даже познакомились друг с другом. Но он здесь упоминает и Даниила, и Ноя, и Иова. У него были ветхие писания, из которых он узнал об этих людях. Но этот человек, он был призван на служение примерно в 30 лет. Подобно как и пророк Иеремия. Мы с вами говорили, что Иеремия, он был довольно-таки молодой. Но в то время молодость, это было такое понятие растяжимое. И, скорее всего, Иеремия, ему было примерно около 37. Это был возраст, когда он, в принципе, должен был вступать в свое священническое служение. Он был священником, он был, he was trained, или equipped, чтобы быть священником, и он взращивался на это служение. Но в определенный момент, когда он уже был переселен в Вавилон, и мы читаем, что у него там был свой дом, вот, и в один день он сидел при реке, река такая была в Вавилоне, Хавар называлась, и вот он, наверное, грустил, или он думал о том, что произошло. Вот, и вдруг он, в первой главе, мы видим, что ему является видение от Бога. Вот, ему является видение славы Божьей, о чем мы чуть-чуть позже поговорим. Само имя Иезекииль означает «укрепляемый Богом», или человек, который находит укрепление или утверждение в Боге. И вы знаете, когда мы смотрим с вами на жизнь этого пророка, мы действительно можем сказать, что ему очень сильно нужно было укрепление от Бога. Когда я думаю об Исаии, когда я думаю об Иеремии, знаете, Иезекииль, у них у всех была сложная жизнь, и мы говорили с вами о роке Иеремии, что его и в яму бросали, его люди не слушали, его много презирали. Знаете, Иезекииль отличается тем, что его служение было еще сложнее, тем, что никто, буквально, по крайней мере, насколько это нам открыто в этой книге, мы не видим, чтобы его служение произвело какого-то эффекта. Хотя он провозглашал Божий суд, иногда он призывал к покаянию, но ни одного человека мы не видим, чтобы они как-то отреагировали на его призывы, на его проповеди. И, в принципе, Бог это ему самого раннего еще сначала сказал. Так же самое, как это он сказал Исаии и Иеремии, он говорит, что, в принципе, вас люди не будут слушать, хотя при Иеремии, мы с вами в прошлый раз говорили, что при его служении хотя бы в одни Иосии, там был эффект, он был маленький, и он, может быть, становился все меньше и меньше со временем, но в служении Иеремии хоть был какой-то небольшой эффект. А в служении Иезекииля это был полный ноль, и у этого, представьте себе, у него было служение просто провозглашать суд, что judgment is coming, и вы все будете наказаны. Вот, и через него служение Бог просто хотел смирить этих людей. Он хотел сокрушить их дух, чтобы они все-таки преклонились своим сердцем пред Богом. Посмотрите, об этом написано в третьей главе. Написано, и язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты анимеешь, и не будешь обличителем их. То есть, у него, как я уже сказал, было служение не обличения, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою твои уста, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. То есть, с самого начала, когда еще Бог призывает этого пророка, Он прямо ему говорит, что будут люди, которые не будут слушать, и в основном это будет реакция, которую он должен себя приготовить. Это структура этой книги, и вот если интересно, вы можете записать ее. Мы будем с вами проходить не по структуре, потому что мы возьмем с вами несколько лучше главных тем, эту книгу лучше рассматривать по темам. Как я уже сказал, что она разделяется на две части. Есть первые 24 главы, которые в основном сосредоточены на пророчествах суда, на Израиля, на его грехи. Первые три главы посвящены тому, чтобы объяснить то, как Езекииль был призван на свое служение. С 4 по 11 стихи там или главы. Там очень интересно, кстати, вот эти несколько глав. Езекииль записывает многие разные образы и многие разные иллюстрации, которые ему нужно было сделать, вот как пророку. Я сегодня перечитывал. Знаете, очень жалко было его. Нелегкая у него была доля. Очень странные вещи ему Бог говорил делать для того, чтобы иллюстрировать грех Израиля. Если вы помните, ему нужно было лежать там на одном боку 300 с чем-то дней, потом на другом боку 40 дней. И там различные другие вещи были довольно-таки странные. Ему надо было подстричься, взвешивать свои волосы. Ну, различные иллюстрации Бог говорил, чтобы он делал, для того, чтобы показать пред Израилем картину их идолослужения, их непослушания Богу. Потом, если мы начнем читать с вами с 12 главы по 24 главу, там уже идут различные всякие пророчества против Израиля. Особенно 16 глава. Вот если вы можете себе пометить, 16 глава, она довольно-таки большая глава, наверное, самая большая глава из этого пророческой книги. Прочитайте ее дома. Очень интересно. Глава 16, там, где Бог просто, он выливает в сердце свое по отношению к Израилю, вот, и он называет Израиль своей женой, и он рассказывает, как, слушай, я тебя нашел, я тебя родил, вот, ты потом пошла блудодействовала, там целый сценарий Бог рисует. Очень-очень интересно, вот, как Бог чувствует себя по отношению к его народу, который оставил его, который променял его на вот этих различных идолов. Это первая часть этой книги. Вторая часть, она сосредоточена на более позитивной лады. Это с 25 главы по 48 главу, и здесь уже идут больше пророчеств надежды. Вот, хотя с 25 главы по 32 мы находим пророчества различных народов, которые окружали Израиль на то время, но это были также пророчества надежды. Почему? Потому что эти все местности, они были врагами Израиля на то время, и Бог говорит, что я однажды сокрушу всех ваших врагов, те, которые сейчас вам противятся. И также с 33 главы по 48 главу там уже идет ссылка на Новый Завет, на Тысячелетнее Царство, на новый храм, который будет в этом царстве. Вот, мы еще поговорим об этом чуть более детально. Но мы с вами посмотрим не столько на структуру, как на главные темы этой книги. И, опять же, потому что нас интересуют главные идеи, которые Бог заложил здесь, и что мы можем для себя почерпнуть, изучая эту книгу. Первая тема – это служение самого пророка. Давайте вместе с вами просто посмотрим на Изекиеля, как на пророка. И, знаете, когда мы читаем о различных лицах, действующих лицах Ветхого Завета, многие из них – это образы для нас. Мы с вами знаем многих героев веры, которые нам представлены в Евреям 11 главе. И, конечно же, это плохо, когда мы читаем Библию просто, чтобы заметить этих героев веры, и когда мы только делаем акценты на этих людей, потому что главный герой Библии – это не Изекииле, не Даниил, не Давид и не Авраам, это Бог. Бог является главным персонажем, который мы проходим через всю Библию. Но время от времени мы с вами встречаем отдельные личности, все-таки которые могут казаться для нас огромным примером. Их посвящение Богу, их любовь к Богу, все-таки это для нас очень ценно, посмотреть на их. Вы знаете, мы с вами, друзья, живем в очень похожее время, в которое жил Изекииль. Мы с вами уже говорили, что смотря на эти все старозаветные книги, одно мы с вами замечаем, что время идет, культура меняется, меняется язык, меняются обстоятельства, но люди не меняются. И сердца людей, они такие же испорченные сегодня, как они были и в то время. И тогда, когда мы читаем пророков, мы видим, что были люди, которые просто жили, которые просто текли как бы по течению. по течению. То есть, они просто, они жили так же самое, как и другие народы, они не поклонялись Богу, они не пытались отличаться ничем. И когда мы смотрим с вами на израильский народ, мы видим, что в то время, конечно же, было больше все черно-белое. Даже если мы возьмем, не пойдем так далеко, пойдем даже в времена Советского Союза, или во времена чуть-чуть, но не несколько сотен лет тому назад, христианский мир, он очень сильно отличался. Чем? Он отличался тем, что было очень ясно, кто верующий, кто неверующий. Было очень ясно, кто поклоняется дьяволу, кто поклоняется Богу. Было очень ясное различие между атеистами и христианами. Это было также очень ясно и во время Эзекииля. Там или люди поклонялись Богу, либо они поклонялись идолам, и там было довольно-таки ясно. Хотя эти люди хотели как-то прикрыть свое идолопоклонство жертвоприношениями в храме, но тем не менее, там было явно. Они ставили себе идолов, они поклонялись Богу, через пять минут они шли и поклонялись этим различным идолам. Знаете, сегодня мы с вами живем во время, когда тоже много людей, которые непонятно кому они поклоняются, или Богу, или идолам этого мира. Но дело в том, что сегодня это прикрывается больше за такой, знаете, пассивностью и равнодушием. Из-за того, что сегодня мы живем в век благополучия, сегодня много людей, они определяют свое христианство и свою жизнь в свете того, что они не делают, а не в свете того, чего они преследуют. Понимаете, есть разница, правда? Если я, как христианин, я смотрю на свою жизнь, я смотрю, я делаю себе какую-то оценку, я должен ее делать. Писание нам говорит, испытывайте самих себя. Я обязательно испытываю, я говорю, ну, вроде бы я это не делаю, не обманываю, не курю, не убиваю, не прелюбодействую. И вот это один подход к самооценке или к оценке своего христианства. Это то, что я не делаю. И я себя сравниваю, в принципе, с другими людьми и на фоне их я выгляжу неплохо. Абсолютно другая категория людей. Они понимают, что да, я этого не делаю, но давай посмотрим, а что я делаю, что я преследую в своей жизни. И, знаете, здесь абсолютно другая картина, потому что здесь целый христианский мир, потом можно разделить уже на две категории. Это люди, которые, как первый псалом говорит, блажен муж, который не ходит, не сидит и не стоит среди нечестивых. Но есть другая категория христиан, которые не только это не делают, но в законе Господа еще воля их пребывает. И о законе Божьем они размышляют день и ночь. Вот поэтому, что я пытаюсь показать, что, в принципе, сегодня у нас, когда мы будем говорить об этой книге, друзья, не спешите осуждать израильский народ. Очень часто я эти книги читаю, и меня просто бросают в дрожжи. Думаю, ну как, такие вещи, идолы там в храме прямо. Мы увидим с вами восьмая, девятая, десятая глава, Эзекииль, у него видение, прямо как Бог его спускает в храм, во двор храма, и там один идол стоит, другой идол стоит. И Бог ему говорит, подожди, я сейчас тебе еще покажу другие мерзости. Знаете, мы с вами недалеко отстали от этих людей. Единственная разница в том, что оно было более открыто у них, но сегодня это довольно-таки скрыто у людей. И не продвигая в своем христианстве, не преследуя Божьи цели, где-то стоя на одном месте, или как мы это думаем, мы очень часто стоим на одном месте, на самом деле такого нету, мы деградируем, или мы мы начинаем совмещаться с этим с этим миром. Иезекирь был, как я уже сказал, одним из иудейских переселенцев. Посмотрите, в первой главе, в первом стихе написано, что было в 30-й год, это было ему 30 лет, 30-й год его жизни, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божье. Я видел видение Божье. Это говорит о том, что Бог продолжал свою работу, друзья, даже в Вавилоне, даже в плену. Нам казалось бы, или Израиль так думал, Исаия в 40-й главе, когда он смотрит вперед на время плена, и он говорит, как же ты говоришь Израиль или Яков, что Бог меня забыл? Что путь мой забыт у Господа? То есть, скорее всего, израильские народы думали, что Бог их оставил, тогда, когда он их наказал. Но здесь вот мы видим в этой книге пророка Иезекииля, что Бог на самом деле пошел вместе с ними. И та слава, которая однажды была в храме, мы с вами видим, что со временем она покинула этот храм, и она пошла в Вавилон, туда, где находился Божий народ. Сидя у реки от Иезекииля, он начинает видеть очень интересное видение, очень странные вещи. Если мы с вами прочитаем, если вы посмотрите, здесь там были четыре лицевые такие животные, и такие вот колесо в другом колесе. я пытался найти, хотел высветить фотографию, может быть, хотел посмотреть, может быть, кто-то сделал или попытался сделать изображение вот той славы Господней, о которой мы читаем здесь в первой главе. Знаете, я не мог найти фотографии. Люди пытались это сделать, они пытались как-то в 3D, как-то в программе, вот на компьютере это сделать. Очень сложно. People came up with some weird, weird stuff. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что есть небесные вещи, которые нам невозможно передать нашими словами. И есть духовные вещи, которые мы просто, они не вмещаются в наш разум. И поэтому не даром, когда Бог или Эзеки, или когда он пытается вот это вот все нам объяснить, он говорит, я видел как бы четыре лица, я видел как бы колесо, как бы вот еще одно колесо в другом колесе. То есть это просто, оно не вмещается в разум его, и он использует ограниченные какие-то человеческие термины, чтобы объяснить то, что он видел. Но на самом деле, если мы попробуем это все передать словами, или как-то нарисовать это все, у нас даже не получится, потому что это вещи, которые находятся абсолютно в другом измерении. Посмотрите на вторую главу. Таково было видение подобия славы Господней. То есть это не было славы Господней, это было подобие. «Увидев этого, я пал на лицо свое и слышал глаз глаголющего, и он сказал мне, «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, я слышал говорящего, говорящего мне». Это очень типичная история. как с пророком Исаием, Исаием, так и с пророком Иеремией, так же самое с пророком Изекииля, что мы видим, что перед тем, как Бог призывает человека на служение, Он хочет его сокрушить сердце. Он хочет его опустить на колени, чтобы он понял, с каким Богом он имеет дело. Он хочет, чтобы он смирился перед ним, этот человек. И Бог хочет показать вот этому человеку свое величие. Помните Исаия в 6 главе, когда Бог явился Исаием, Исаия говорит, «Я пал на лицо свое». Я говорю, «Господи, горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами». У Иеремии было так же свое видение, свое откровение. Вот Изекииль здесь, посмотрите на его реакцию. На его реакцию. Он говорит, «Я пал на лицо свое». Помните, когда Иоанн, богослов в откровении, когда Бог тоже ему явил какое-то видение трона небесного, он так же пал перед ним. То есть, это естественная реакция человека, который соприкасается со славой Божьей. Друзья, причина, почему многие из нас сегодня могут так casually, я не знаю, как если русское слово такое есть, очень свободно так по-братски, по-дружески относиться к Богу, как к своему приятелю с соседского двора. Друзья, вот такой человек, он по-настоящему не встретился с Богом, он не познал, кто такой Бог. Если мы понимаем, кто такой Бог, да, мы имеем к Нему доступ через Христа, и мы этому радуемся, Он наш Отец, и мы общаемся с Ним. Но, знаете, все равно, тогда, когда мы понимаем, с кем мы общаемся, потому что, даже имея к Нему доступ через Христа, Бог, то Он не сошел на наш уровень. Бог Отец, Он остался тем великим, суверенным Богом, и Его слава, она осталась той славой, которая была и при Иезекииле, и при Исаии, и при Иеремии, и при других пророках. Наша проблема очень часто в том, что мы недостаточно видим эту славу. И вот когда Бог явил вот Иезекиилю свою славу, написано, что Он пал на лицо Свое, и посмотрите, Он находился в таком состоянии, что Он даже не мог встать со своих ног. Здесь нужно было сверхъестественное Божье влияние на Него. Написано, вошел в Меня Дух и поставил Меня на ноги Мои. То есть, это Иеремия был в особенном трепете, когда он понял, с кем Он имеет дело, и что это за Бог. Само слово слава, это кавод по-еврейски, буквально слово означает вес, something very heavy, weighty. То есть, когда речь идет о Божьей славе, Бог хочет показать, сколько Он весит. Знаете, мы можем сталкиваться с вещами, которые очень легкие по их сущности, и есть что-то, что очень тяжелое, что очень большое. Из этого вот слова, которое уже у нас, оно переведено как «слава». В Ветхом Завевете евреи ясно понимали, о чем шла речь. Шла речь о том, что это что-то большое, что весит очень много, оно имеет в себе огромную значимость. Посмотрите, 2 глава, 6 стих. Бог его предупреждает и говорит, «А ты, Сын Человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Очень интересно он приготавливает этого пророка к служению, друзья. Он ободряет его, и он ободряет, и он сразу ему говорит, что «Езекииль, твоя задача – не утвердить себя, твоя задача – не проповедовать себя, твоя задача – не заработать уважение или принятие от этих людей. У тебя есть ясная задача, тебе нужно будет быть пророком суда Божьего, тебе нужно будет просто пойти и сказать, просто быть проводником моего слова. Знаете, с какой-то степени тогда, когда человек или пророк, или служитель, он понимает, что к чему Бог его призывает, оно делает его служение немножко легче. Знаете, в чем? Тогда, когда человек, он имеет перед собой неправильные цели или неправильные ожидания, то, скорее всего, при первых трудностях или при первых страданиях, или тогда, когда его отвергнешь кто-то, он сразу закончит свое служение, потому что цель его не была достигнута. Он-то думал, сейчас он выйдет, сейчас он заговорит, и люди будут его принимать, величать и все. Здесь, оказывается, этого не было сделано, и поэтому он впадет очень быстро в уныние. Знаете, апостол Павел когда-то об этом писал, второе послание к Римфинам, четвертой главе, если вы помните, это одна из моих любимых глав, вообще самое, наверное, личное такое послание апостола Павла, это второе к Римфинам, в котором он говорит, что мы не себя проповедуем. И он там перечисляет, он говорит, нас гонят, от нас вытирают ноги, нас ставят ни во что, но он говорит, it's okay, он говорит, мы не унываем. Почему? Потому что мы не себя проповедуем. Наша цель не в том, чтобы продвинуть свою какую-то программу здесь, наша цель быть просто проводниками Бога. В принципе, это то, что Бог говорит здесь из Езекииля с самого начала. Он говорит, не бойся их, не бойся их речей. В седьмом стихе он говорит, и говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, то есть, твое служение или успех твоего служения, он не зависит от того, если тебя будут слушать или нет, будут воспринимать или нет. И он прямо ему говорит, он говорит, ибо они упрямы, но ты, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом, открой уста свои и съешь, что я дам тебе. И далее мы видим очень интересную историю, как он берет этот свиток, он его ест. Я не знаю, если он действительно его съел, или это может быть просто образная речь. Но как бы это ни было, здесь очень важный образ. Тогда, когда он берет это слова Божьи, он начинает их есть. Друзья, пророку, перед тем, как он пошел на свое служение, ему нужно было пропитаться Словом Божьим. Это не просто там, где он прочитал эту книжку, не просто где-то он получил какие-то знания. Это не просто пророк, который должен интеллектуально что-то понять. Здесь Бог нам ясно показывает, что он хотел, чтобы Эзекииль взял вот эти слова, которые Бог ему говорит, и чтобы они растворились у него внутри. Чтобы эти слова стали частью Его. Друзья, самые эффективные проповедники, самые эффективные пророки были тогда, когда они могли брать Божье Слово, и они могли пропускать его через себя, и то, что они говорили, оно уже исходило из них. Конечно же, апостол Павел, если вы помните, филиппийцам говорит, что как бы не проповедовали Христа, есть разные люди проповедуют Христа из различных целей, но он говорит, что я и этому радуюсь. Но когда мы смотрим особенно на этого пророка Эзекииля, вот это еще одна очень важная сфера христианства. Чтобы то слово, друзья, которое мы слышим, в принципе, все мы с вами призваны быть служителями или проводниками Божьего Евангелия. Первое послание Петра, вторая глава, написано, что мы роды избраны, не только пастыря, не только проповедники, но мы роды избраны и царственное священство, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас. Друзья, и многие из нас, мы имеем много служений, мы имеем многие Bible study, мы имеем многие проповедя, и мы полюбили проповедя, мы полюбили, многие из нас стали читать много книг. Но вот так вот важно, чтобы это была не просто информация, которую мы получаем, но чтобы мы молили Бога, и мы сами за собой смотрели, чтобы, подобно как Эзекиилю, чтобы мы глотали эти слова, и чтобы это не было просто, что осталось здесь, но чтобы мы пропускали его дальше, чтобы мы пропускали его себе в сердце, и чтобы оно растворялось там и становилось частью нас. В третьей главе Езекииля Бог говорит, что положение пророка несет в себе очень серьезную ответственность. Он пишет в 17 стихе, «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилев, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы истеречь беззаконника, а беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Это очень интересное и очень важное предупреждение, друзья. Дело в том, что у нас также с вами есть месседж от Бога. Может быть, не каждый из нас из Езекииль, но у нас есть определенный месседж, который мы должны нести для этого мира, для людей, которые не знают Бога. И сто процентов, что эти люди, они погибнут в своих грехах. Но каждый из нас, он однажды даст отчет перед Богом за то, насколько мы могли их предупредить об этом, и насколько мы смогли им проповедовать то Евангелие, которое Бог через нас хотел донести до них. Когда мы смотрим на реакцию Езекииля, на Божьи слова, то она типична для Божьих слуг. Езекииль был очень сокрушен всем тем, что Бог сделал, всем тем, что Бог показал ему. Он принимает свою слабость, он сокрушается в виде божественной славы, и он подчиняется Божьему повелению нести вот это служение, которое Бог ему вручил, несмотря на то, что это связано с большими сложностями. Я хочу повторить, друзья, я здесь их не упомянул на слайдах, три подготовки, три сферы или три ступени подготовки служения пророка, чтобы мы запомнили их, или записали для своего, чтобы мы запомнили их. Первое – это было сокрушение сердца. Сокрушение сердца – это тогда, когда мы лично встречаемся с Богом, когда Он смиряет нас. Помните, Иеремия когда-то тоже сказал, что я еще молод, я не способен производить какое-то впечатление на этих людей. То есть это момент, когда человек полностью учится полагаться на Бога и на его силу. И он понимает, что в принципе в нем нет никакого действия. Если Бог не сделает, то это будет все напрасно. Помните, в воскресенье мне очень понравилось, как Виталий очень ясно повторил это. Мы можем строить, можем читать, можем заканчивать семинарии, можем Bible study иметь, друзья, можем быть самыми великими проповедниками. Но вот как псалмопевец говорит, если Бог не построит все это, вот если Бог не войдет в сердца людей, можете убеждать их, можете им показывать иллюстрацию, что угодно. За горло их можете держать, уговаривать. Вот Писание говорит, что если Бог не созиждет, то тогда напрасно. Напрасно все, что мы делаем. Мы должны очень ясно понимать. Вот именно эту зависимость от Бога. Если мы не будем ее понимать, то у нас будет пропущена самая первая ступень к использованию Бога. Второе – это исполнение Духа. Помните, тогда, когда Езекииль, он упал, при этой Божьей славе сказал, Господи, я не могу это делать. Вот он был в трепете. Тогда в него вошел Дух, и он поднял его. Он поднял его на ноги, и благодаря этому Духу Езекииль мог идти и дальше совершать служение. То есть одно дело, когда мы сокрушены сердцем, и когда мы, в принципе, боимся и говорим, что, Господи, ну кто способен к этому? Это огромнейшая ответственность, огромнейшее служение. Но плохо, когда мы остаемся в этом видении или в этом понимании, потому что, в принципе, на этом Писание не заканчивается. Да, у нас должно быть сокрушение и смирение Духа, но у нас есть поддержка. У нас есть тот, с кем мы можем двигаться дальше и с кем мы можем идти вместе на наше служение. Это второе очень важное. Первое – это сокрушение сердца, но еще нужно исполнение Духом Божьим, чтобы он все-таки вселил в нас вот эту надежду и силу идти и делать то, к чему Бог нас призывает. И третье, друзья, это познание истины. Познание истины до такой степени, что человек не может просто не говорить. Как Езекииль, он взял этот свитбиток, он проглотил, он переработал его. Этот свитбиток, эти слова Божьи, они настолько стали частью его, что он просто не мог уже молчать. Это три очень важные ступени подготовки к служению, которые мы видим здесь в книге Езекииля. Это первая тема – это служение самого пророка. Вторая тема – это характеристика народа израильского. Бог говорит здесь к Езекиилю, и он описывает реальное положение вещей, реальное положение народа израильского и его отношение к нему. Помните, что после Давида израильский народ, особенно Южное царство, оно продержалось немножко больше, конечно же, чем Северное. Северное из-за его нечестия, из-за того, что там было, в принципе, ни одного благочестивого царя. Они были еще отведены в плен в 722 году в Оссирию. Южное царство. Все-таки там было несколько благочестивых царей, которые как-то пытались возвратить этих людей назад в поклонение Богу, в храмовое служение и так далее. Но все-таки израильский народ уже годами, сотни лет, он жил в и выдало поклонствия, наступал от Бога. И посмотрите, какую оценку Бог дает этому народу. Во второй главе, в третьем стихе. «И сказал он мне, «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем. И к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или нет, или не будут, ибо они дом мятежный, но пусть знают, пусть знают, что был пророк среди них». Бог ясно понимает. Опять же, мы видим здесь, как Бог работает, и в каком-то случае Богу важно, чтобы эти люди, у них было основание для осуждения. Он ясно знает, что они не покаются. И Бог говорит, возможно, они тебя не будут слушать, но пусть хотя бы знают, что среди них был пророк. То есть никто из них не может сказать, что они не знали, что они были не в курсе, что они идут против Бога. Посмотрите, несколько определений этому израильскому народу. Он говорит, они возмутились против Бога. Что это означает? Возмутились против Бога. То есть это противоположное состояние сокрушенному сердцу. Это rebellious heart. They're in rebellion. Они восстают против Бога. И чем больше Бог им говорит что-то делать, они по-наглому просто идут, идут и делают абсолютно противоположное. То есть вот это называется возмутились против Бога. Это дух бунта. Это уже в плену. Бог уже вроде и сокрушал, они все равно не могут понять своих ошибок. Второе, он называет их изменниками здесь. Кто такие изменники? Изменники – это прелюбодеи. Бог, как я уже говорил, вся 16 глава вот этой книги, она посвящена вот именно этой теме. Бог приравнивает себя как мужа, и Он приравнивает израильский народ, как жену, которую Он нашел, которую Он приютил, которую Он помыл, которую Он дал ей самые лучшие одежды, и самые лучшие там ожерелья, и все, Он об этом пишет. То есть Он дал ей все, и она идет, и она просто нагло прелюбодействует с каждым встречным. Там очень часто повторяется такое слово, что с любым проходимцем. Вот все, кто проходит мимо, она даже не перебирает. То есть это очень такое состояние крайнего блуда. Крайнего блуда. Знаете, Бог очень сильно ревнив по отношению к своему народу. Одно из его качеств, одно из его атрибутов, это его ревность. И самая первая заповедь, которую Он давал израильскому народу, она была, да не будет у тебя другого Бога. Он говорит, что я только единый Бог в Израиле, и больше нет другого Бога. Там первые, по-моему, четыре заповеди, они строятся на этой главной заповеди. Да не будет у тебя хумира, не произноси имя Господа напрасно, помни день субботний. То есть все эти заповеди первые, они были связаны с той идеей, что я един Бог, и да не будет у тебя другого Бога. Но что Израиль делает? Он смотрит на то, как живет Египет. Он смотрит на то, как живут в Тире, как живут в других странах, как живут окружающие народы, и им становится завидно. Они говорят, мы хотим тоже так жить, мы хотим быть, как прочие народы. Помните, в книге «Царство» они говорят, мы хотим царя, мы хотим систему защиты нашего государства, чтобы была такая, как и у других народов. Хотя Бог с самого начала, Он говорит, что я хочу, чтобы вы были народ святой. Святой, именно это означает, что вы отделенные от всех, вы другие. У вас другие принципы жизни, у вас другой Бог, у вас другие законы. Эти люди, в принципе, все их зло самое большое заключалось в том, что они говорят, мы не хотим быть другими, мы хотим поступать, и мы хотим жить такими же ценностями, такими же принципами, как живут прочие народы. И здесь мы это видим особенно, потому что с 25 главы по 32 главу в этой книге Бог посвящает целые 7 или 8 глав там, для того, чтобы объяснить, как Он будет уничтожать эти все народы. Это не просто так Он об этом говорит. Мы об этом читали и в книге пророка Иеремии, и в книге пророка Исаии. В этих пророках Бог очень много говорит, что Он сделает с Египтом, что Он сделает с Вавилоном, что Он сделает с Тиром и с другими народами, которые окружали Израиль. Он это делает не просто так. Он это делает для того, чтобы им показать, вот вы полагаете свое упование на этих людей, которые вы на них все смотрите, вы пытаетесь подражать им. Я вам скажу, что я с ними сделаю. Я их сотру просто в порошок. Я их сведу на нет. Я просто их истреблю так, что и памяти от них больше не будет. И кому вы потом пойдете? Где вы потом будете искать помощь? То есть, когда вы будете читать эти книги, вы не сможете не заметить, как много Бог говорит о том, что Он сделает с вот этими всеми народами, на которых уповал его народ израильский. Он говорит, что они были изменники. Далее Он говорит, что они были с огрубелым лицом и жестоким сердцем. То есть, то же самое. Огрубелое лицо, это Он их еще называет здесь в других текстах с крепким лбом. Такое выражение, что означает? Знаете, очень часто мы с кем-то общаемся и хотим донести до него какую-то мысль и говорим, ну ты твердоголовый какой-то, ты не можешь понять. Can you understand? И мы пытаемся сквозь него пройти, мы видим какая-то стена. Вот что-то подобное говорит здесь Бог. Он говорит, вы твердоголовые, вы не можете понимать, у вас крепкий лоб. Я уже сколько вам показываю, сколько вам объясняю. У вас сердце ожесточенное, жестокое сердце. И поэтому в этой же книге Бог говорит, когда Он говорит о Новом Завете, как Он решит эту проблему, Он говорит, что им нужен Новый Завет. Им нужен Новый Завет, где Он возьмет это сердце каменное, которое противится Богу, и Он вставит потом в него, или в этих людей, сердце плотяное. Последнее, Он говорит, это мятежный дом. Мятежный дом, это тоже, в принципе, говорит об их восстании, восстании против Бога. В третьей главе Он говорит, что они все понимают. Все понимают, Иезекииль им говорит на понятном языке. Ибо ни к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилю. Ни к народу многим с невнятную речью и не с понятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они бы послушались тебя. Здесь уже Бог с сарказмом говорит, что, в принципе, это люди, которые, не то что им непонятно язык или что-то. Если бы, говорит, я тебя послал бы к другому народу, они бы, скорее всего, бы уже поняли. Даже если бы они не поняли бы твоих слов. Здесь Он просто рисует глубину, ожесточение этих сердец этого народа. А дом Израилев не хочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев скрепким лбом и жестоким сердцем. 20 глава, посмотрите, с 30 стиха, Он говорит, «Посему скажи дому Израилю, вот так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя, по примеру, отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзости их, принося дары вашей и проводя сыновей ваших через огонь? Вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сегодня и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камнем. Посмотрите, насколько глубоко они зашли в своем поклонении иным богам. Они уже брали языческие практики, в которых люди пропускали детей через огонь. В законе Моисеева мы ясно читаем, чтобы они этого не делали. Бог уже предвидел наперед, и Он говорит, не делайте этого. И здесь через несколько книг мы видим, как израильский народ постепенно делает абсолютно по порядку все то, что Бог конкретно говорил ему не делать. Знаете, когда мы читаем эти слова, что они пропускали детей своих через огонь, я думаю, что многие из нас ужасаются. Я был поражен, думаю, как это может быть? Как человек может своего собственного ребенка, своего собственного сына, свою собственную дочь вознести на алтаре, на огне для какого-то идола, для какого-то Бога, который даже не является Богом? Друзья, я думаю, что нам не нужно сильно этому удивляться, потому что, как я уже сказал, что в то время, как вот это все были такие явные грехи, сегодня очень много родителей. Много родителей сегодня делают то же самое. Конечно же, мы не приносим наших детей в жертву на алтарях для иных богов, но мы сегодня живем с вами вокруг мирской философии, вокруг мирской идеологии, которая сегодня просто перемалывает людей. Это сегодня как определенная мясорубка, идеология самоцентризма, идеология, в которой все только должно быть вокруг меня. Это философия, которая абсолютно противоречит Богу, Писанию. И сегодня много родителей, которые смотрят на этот мир, они не говорят, я хочу, чтобы мой сын, чтобы у него была вот такая вот жизнь. Они сегодня очень часто измеряют успех своих детей и даже самих себя в свете того, сколько у них денег, какая у них карьера, какой у них дом, на какой они ездят машине. Друзья, все это неплохо, опять же, но это все мирские стандарты. Может ли у христианов все это быть? Конечно же, и слава Богу, если это есть, если оно стоит на правильном месте. Но как часто люди, смотря на жизнь, другого христианина могут сказать, что да, у него не такая престижная работа, да, может быть, он там где-то не успел, или там он ошибся, или там что-то не так не успел сделать, но у него есть Бог. Он Бога любит, он Богу посвящен. Друзья, ведь это самое главное, потому что когда-то Иисус Христос сказал, что какая польза, если человек приобретет весь этот мир. Весь мир, но душе своей повредит. Это все просто ничего, не имеет никакого значения. И в принципе мы то же самое делаем, когда мы не учим наших детей иметь правильное мировоззрение, иметь правильные приоритеты в жизни. Когда они имеют приоритеты мирской философии, мы также в принципе их приносим в жертву. Богам этого мира. Но это не алтарь огня, это алтарь культуры этого мира или идеологии и самоцентризм. В 14 главе я говорил с вами, что здесь есть несколько упоминаний все-таки как призыв к покаянию. Это один из них. В 14 главе Иезекииль говорит, пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделали с чужими для меня. Друзья, очень часто, очень важно понимать нам это, что одно исключает другое. Многие люди пытаются найти какой-то middle ground, они пытаются быть одной ногой в мире, одной ногой с Богом, они пытаются найти какие-то short cuts, они говорят, а может быть мне повезет, а может быть Бог как-то просто на меня не обратит внимания. Друзья, вот эта книга нам показывает, что ты или с Богом, либо ты против Бога. Нет никакого частичного посвящения Богу, нет никакого частичного принадлежания к Богу. Он говорит, что если ты подвергаешь себя идолам этого мира, если ты живешь для целей и для идеологии этого мира, вот через этих всех идолов ты делаешься чужим для Бога. Одно исключает другое. Посему скажи Богу Израилю, вот так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Несколько позже Бог говорит очень серьезные слова. Бог здесь опять же уже смягчает свое сердце. Он говорит в очень таком жалком тоне и он говорит скажи им но неужели я хочу вашей смерти. Живу я говорит Господь не хочу я смерти грешника но чтобы грешник обратился от своего пути и жив был обратитесь обратитесь от злых путей ваших для чего вам умирать вот дом Израиля. Друзья вот это вот сердце Бога. Вот это сердце Бога. Каждому человеку сегодня звучит этот вопрос и Бог говорит не нужно тебе умирать я предоставил для тебя решение проблемы твоей. Да ты отчужден по своей природе от меня ты грешен ты мертв во грехах но через Христа ты имеешь возможность возвратиться в эти отношения через Христа и через все то что он сделал через его смерть воскресение у тебя есть возможность возвратиться ко мне. Он говорит неужели я хочу смерти грешника. В 34 главе Иезекииль здесь очень очень много говорит о пастырях этого народа если вы помните в 23 главе Иеремии мы уже говорили об этом что Бог обличая народ в принципе он самое главное говорит что народ вы будете нести за себя ответственность но в принципе ваша проблема в том что ваши пастыри они не наставили вас они их вина в том что они вас отвратили от правильного поклонения Богу и мы еще вспомним пастырей чуть позже одно что я хочу поднимите здесь что в 34 главе здесь он ссылается на Христа и он говорит вот после того как он всю эту главу посвящает можете прочитать ее дома 34 главу Иезекииля он очень много говорит о пастырях кстати вспомните кто такие были пастыри в то время это были пророки священники и цари это было три человека или три офиса или три должности которые Бог солодался как на пастырей потому что они вели израильский народ израильский народ за ними шел и в принципе священники стали злоупотреблять своим положением они стали делать то о чем сегодня говорил брат Юрий вместо того чтобы быть проводником Божьего закона они стали продвигать свой личный закон они стали господствовать над Израилем они стали использовать свое положение для своей выгоды так же самые цари и пророки были лже пророки и вот он говорит что придет время когда я вам дам настоящего пастыря настоящего пастыря это будет сын Давидов и поставлю над ними одного пастыря который будет пасти их раба моего Давида он будет пасти их и он будет у них пастыря помните помните когда Иисус Христос он был на этой земле и в Иоанна 10 главе он говорит я есть им пастырь добрый Христос не просто так вот выдумал эти слова израильский народ прекрасно знал о чем идет речь они прекрасно знали что было пророчество о том что однажды придет настоящий пастырь который будет отличаться от тех священников пророков и царей которые были до этого и он будет настоящий добрый пастырь вот Христос пришел и он говорит я это добрый пастырь я есть им тот о котором говорили вам пророки это второе что мы находим в этой книге это характеристика израильского народа третье это Божий суд и восстановление Израиля как я уже говорил что печальное состояние народа оно вызывает неизбежный Божий суд этому отведено большое очень место в этой книге один главный урок друзья который мы можем с вами почерпнуть вот именно из этой темы это то в принципе о чем мы говорили уже говоря о пророке Иеремии что Божий суд или Божье наказание оно неизбежно сегодня много людей которые живут и они думают ну а может пронесет а может быть как-то Бог просто закроет глаза на мой грех может быть кто-то как израильский народ они слушали Иеремию они слушали Исаию они говорят да не может такого быть ну мы тебе не верим не может такого быть чтобы Бог просто пришел и истребил этот храм это же храм Господен храм Господен здесь самослава Господня то есть люди они придумывают себе свои версии и они очень часто тут думают что не произойдет наказание друзья вот эта книга нам показывает что если Бог сказал будет прошли уже сотни лет и оно действительно произошло и пускай никто из нас не сомневается что если если мы сегодня не знаем Бога если здесь есть люди которые еще не знают Бога уже не сомневайтесь что Божий суд он обязательно придет обязательно верим ли мы в это или нет не важно недавно общался с одним человеком он говорит ну я не верю в Бога или я не верю в Божий суд я говорю ну подумай если Бог есть а Он есть то неужели ты думаешь что Его существование зависит от того веришь ли ты в Него или нет ты можешь в Него не верить ты можешь Его отвергать как это делал израильский народ но пришло время и то что Бог обещал Он исполнил друзья Бог Его существование Его планы оно не зависит от того как мы их воспринимаем или нет это нужно нам это не нужно Богу и вот об этом очень много Он говорит здесь 5 глава с 5 стиха так говорит Господь Бог это Иерусалим я поставил Его среди народов и вокруг Него земли земли а Он поступил против постановлений моих нечестивее язычников посмотрите как Он сравнивает здесь Он говорит вы даже еще живете хуже язычников ибо они отвергли постановления мои и по устамам моим не поступают посему так говорит Господь Бог за то что вы умножили беззакония ваши более нежели язычники которые вокруг вас по устамам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете и даже не поступаете по постановлениям язычников которые вокруг вас Он говорит вы не там и не там вы не по моим уставам толком не живете по ихним полностью не подчиняетесь Он говорит вы одной ногой здесь одной ногой там и далее Бог выносит им очень грозное такое выражение суда и самое наверное страшное что может произойти с человеком Бог говорит я против вас я теперь буду воевать с вами 8 стих написано посему так говорит Господь Бог я против вас я сам и произведу среди тебя суд перед глазами язычников и сделаю над тобой то чего я никогда не делал и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости зато отцы будут есть сыновей среди тебя и сыновья будут есть отцов своих уже это в буквальном смысле и произведу от тобой суд и весь остаток твой я развею по всем ветрам ужасный голод как мы говорили в прошлый раз Еремия об этом говорит что когда он наблюдал вот Езекииль уже пишет в плену Еремия жил во время когда на выход на нос он приходил и он забирал всех этих людей и жен и он говорит я наблюдаю книга Плач Еремия об этом говорит он говорит как матеря едят своих сыновей и здесь он говорит о том что отцы будут есть сыновей о чем это говорит друзья ужасный голод это является одной из форм выражения самых крайнего Божьего суда которые только есть одиннадцатый стих в этой книге Бог нам говорит о том что он не полностью истребит израильский народ что будет остаток вот эта одна треть она умрет от язвы другая треть она пойдет от меча и будет еще третья часть которую он просто рассеет по точкам земли и даже эту третью часть он говорит обнажу меч вслед за ними то есть их будет преследовать меч за ними еще будут гнаться это очень важно знаете когда я об этом читал я подумал что очень очень много что нас окружает сегодня очень много что мы с вами имеем мы думаем что так оно должно быть посадил семечку выросло дерево пошел на работу получил зарплату ну естественно а как же еще пошел в магазин там есть там есть пища мы очень часто не задумываемся что в принципе вот как Бог наказывал этих людей он просто забрал свою ограду он просто забрал свою защиту и смотришь голод смотришь война пошла смотришь не получается жизнь болезни всякие это очень важно видеть как Бог Бог нас оберегает и как Он нас хранит в каждой мелочи потому что очень часто мы думаем что мы с вами имеем оно как-то само по себе идет и оно само собой разумеется 13 стих и да совершится гнев мой и утолю ярост мою над ними и удовлетворюсь и узнают что я Господь кстати вот эта фраза если вы будете читать эту книгу вот эта фраза и узнают что я Господь она встречается очень много раз просто нам показывает то ради чего Бог ради чего Он такой ревнитель ради чего Он так сильно ревнует Он говорит что имя мое бесславится имя мое бесчестится я избрал народ а Он обесславил мое имя и Он говорит что я вот через все это узнают что я Господь говорил в ревности моей когда совершится над ними ярост моя и сделаю тебя пустыню и поруганием среди народов которые вокруг тебя перед глазами всякого мимоходящего при этом как и в других пророческих книгах Бог говорит что есть все эти ужасы суда но на этом не заканчивается история будет еще восстановление Израиля Бог об этом говорит очень много раз посмотрите в 6 главе 8 стиха но я сберегу остаток так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча когда вы будете рассеяны по земля и вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов куда будут отведены в плен когда я приведу в сокрушение блудное сердце их посмотрите он говорит я это сделаю отпавшие от меня и глаза их блудившие вслед идолов и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло какое они делали во всех мерзостях своих и узнают что я Господь не напрасно говорил я что наведу на них такое бедствие то есть Бог дает друзья обещание о том что однажды будет остаток Израиля с которым он заключит новый завет при котором он даст им новое сердце и вот это новое сердце оно захочет любить Бога и говорит я сделаю так что они оставят этих идолов и они пойдут вслед за мною 34 глава он говорит я буду пасти овец моих я буду им пастырем об этом мы уже говорили и 30 глава посмотрите или 34 глава 30 стих и узнают что я Господь опять же вот этого его мотивация он хочет показать всем что он здесь Бог он хозяин он с ними и они дом Израиля в народ мой посмотрите 36 глава вот если вы запоминаете стихи из Библии то сделайте вот этот стих одним из золотых стихов ваших 36 глава Изекииля она аналогична 31-32 главе Еремии если вы помните это пророчество о новом завете вот это то что однажды Бог заключал завет или давал обещания израильскому народу но так как при приходе мессии израильский народ отверг их мессию включилось время язычника и тогда когда это время закончится вот это мы с вами то Бог возвратится обратно работать с Израилем и потом уже в тысячелетнем царстве будет исполнено вот это вот пророчество о новом завете с домом Израиля и Якова и здесь он говорит и дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти ваше сердце каменное помните в этом была проблема вся что у них было каменное сердце они не способны были до них нельзя было достучаться и он говорит я дам вам сердце плотяное я дам вам сердце внутренности которые способны реагировать на то что я вам говорю воспринимать меня вложу в вас дух мой и сделаю то что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять это то как работает Бог он смотрит на ветхий завет который он заключал там был закон были правила но не было возможности их исполнять потому что сердце было каменное и люди постоянно противились Богу и вот Бог с помощью ветхого завета он иллюстрирует перед нами что у людей в принципе проблема сердца когда вы общаетесь с неверующим человеком всегда помните об этом что вы можете ему доказывать вы можете ему аргументировать все и в принципе это неплохо это все нужно но помните что Бог должен смягчить его сердце Бог должен дать ему покаяние 37 глава и будут жить на земле которую я дал рабу моему Иакову на которой жили отцы их и там будут жить они и дети их это уже пророчество о тысячелетнем царстве кстати если вы читаете начиная с 40 главы прочитайте дома мы будем сейчас об этом читать 41 или 40 по 44 главу Иезекииль описывает храм этот храм это не второй храм который был потом rebuild или он потом с помощью ездры и неемии они поставили обратно на ноги там речь идет о том что однажды будет храм в тысячелетнем царстве вот это уже будет новый храм который на сегодняшнее время его еще нету вот но он будет в будущем и там очень много он говорит о том как мессия будет править в этом храме при втором своем пришествии и последнее друзья последняя тема которая проходит через эту книгу это тема о божьей славе невозможно чтобы вы этого не заметили если вы будете читать эту книгу тема о божьей славе ее нельзя избежать здесь с самого начала этой книги мы читаем с вами о явлении вот подобие божьей славе в очень интересном виде что такое божья слава конечно же мы понимаем что бог он вездесущий вот в каком-то смысле он везде находится одновременно во всей вселенной но когда мы встречаем когда мы встречаем или читаем писание мы видим что было время когда божье присутствие оно по-особенному проявлялось в определенных местах например исход в 13 главе написано господь же шел перед ними днем в столпе облачном показывая им путь а ночью в столпе огненном светя им дабы идти им и днем и ночью это было явное проявление божьей славы на то время не отлучался столб облачным днем и столб огненный ночью от лица народа затем когда было уже сделано скиния помните в 40 главе написано и покрыло облако скинию собрания и слава господня наполнила скинию опять же это было определенное облако мы не знаем точно как это было но какое-то время написано что моисей даже не мог войти в эту скинию потому что слава господня наполнила эту скинию и не мог моисей войти в скинию собрания потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла Скинию. Когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. После этого уже в Третьей книге Царств мы читаем, что когда был построен храм Божий, когда Соломон построил Господень храм, то эта слава, она наполнила этот храм. В 8 главе написано, когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм, храм Господень. И с тех пор мы знаем, что слава Господня она пребывала во святом святых. Очень долгое время между Херувимами над Ковчегом Завета, который находился там во святом святых. Теперь, друзья, в этой книге пророка Изекииля мы находим что-то очень интересное. Дело в том, что на протяжении сотен лет Израиль пренебрегает Божьим храмом. Он пренебрегает Божьими заповедями, и мы видим, что со временем, прямо перед тем, как этот храм был разрушен, слава Господня, она покидает этот храм. Она постепенно покидает этот храм. Видимым образом, когда мы читаем 10 главу Изекииля, написано, и поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома. То есть, она вышла из святого святых, и она буквально переместилась к порогу храма, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господней. После этого написано, что она переместилась к восточным воротам храма, 10 глава, и это шла, 18 стих, «И это шла слава Господня от порога дома, и стала над Херувимами, и подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли, когда они уходили, то и колеса подли них». То есть, это был тот же самый образ, который он видел в первой главе. «И стали у входа восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». После этого написано, что эта слава, она вышла из святого святых в порог, в двор, и потом она переместилась на восточные ворота, и потом она ушла на гору Елеонскую. 11 глава, 23 стих, «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Это была гора Елеонская. Кстати, Иисус Христос, помните, Он также вознесся от горы Елеонской, и Он сказал, что однажды Он вернется точно таким же образом. В книге пророка Захарии мы читаем, что Он также однажды вернется на гору Елеонскую. Друзья, что-то подобное мы можем сегодня встречать. Вот смотря на это, размышляясь о храме, о том, как слава Божья уходила из этого храма, вы знаете, сегодня что-то может быть подобное среди церквей, среди нас с вами. Мы знаем, что в истории церкви было что-то подобное, когда мы наблюдали, помните, сколько было церквей, которые были основаны апостолом Павлом, которые были основаны апостолами, и сейчас мы видим, что этих церквей уже нету, слава Господь не оставил эти церкви. Когда мы с вами думаем о реформации, когда-то в 16 веке Европа была наполнена очень большим Божьим действием. Сегодня вы посмотрите, Европа, она абсолютно либеральная, либеральная, там очень мало осталось истинного христианства. Когда мы думаем о нашей церкви, друзья, очень хорошо, когда Бог работает у нас в церкви, но мы должны всегда помнить, что если мы будем любить Бога, если мы будем исполнять, если мы будем ходить Его путями, Бог будет с нами. Но в момент, когда мы начнем пренебрегать этим, то Бог оставит нас точно так же самое, как Он оставил израильский народ. Но я уже говорил, что в конце этой книги все-таки Езекииль говорит, что эта слава Господня, она вернется обратно в храм. Она вернется обратно в храм в тысячелетнем царстве. Давайте об этом прочитаем. Сосис 43 глава. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его. Это видение было такое же, которое я видел прежде, точно такое, которое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение, подобное видением, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот». То есть точно таким же самым путем, которым она выходила из храма, она возвращается в этот уже новый храм в тысячелетнем царстве, обращенных лицом к востоку. «И поднял меня дух, и вел меня во внутренний двор. И вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня. И сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего, и место стопа мног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более сквернять святого имени моего». То есть это еще не произошло, это еще произойдет в тысячелетнем царстве, когда Бог опять станет Богом Израилем, вот он им даст новый завет, он им даст новое сердце. Кстати, друзья, слава Божья, она будет занимать центральное место и в новом миру Салиме, в вечности, но мы знаем, что уже в вечности там не будет храма, там не будет храма, потому что написано, что Христос, он будет этим храмом. Посмотрите, Откровение 21 глава. «Храма же я не видел в нем», он говорит здесь о новом Иерусалиме, «ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его и светильник его Агнец». У нас заканчивается время. Друзья, слава Господне вообще, эта тема огромная, она очень важная. Я молюсь сегодня о том, чтобы каждый из нас, он хотел видеть эту славу. Если вы посмотрите на самых больших мужей, на самых больших сосудов Божьих в Писании, это люди, которые видели очень ясно славу Божию, и они понимали ее. Когда-то Моисей сказал, «Господи, покажи мне свою славу». Это было не просто любопытство, он хотел соприкоснуться с величием Божьим, и он хотел почувствовать, потому что если нас сегодня привлекает что-то больше, чем Бог, друзья, скорее всего, мы не соприкоснулись с Его славой, и мы не увидели, насколько Он велик, и насколько Он славен. Несколько уроков этой книги, буквально четыре урока. Первое, Божья слава является истинным центром жизни. Не удовлетворяйтесь сегодня сухим христианством, друзья. Безжизненным, может быть, рутинным христианством, где нету реального контакта с Богом. Ищите созерцание Божьей славы. Это то, для чего мы делаем эти собрания, это то, для чего мы сегодня молимся, для чего мы читаем Писание. Если при всем этом у нас нету реального соприкосновения с Богом и с Его славой, напрасно, друзья. Вот я напомню тот псалом, который мы читали в воскресенье. Если у нас нету реального соприкосновения с Божьей славой, то все это напрасно. Второе, это то, что человеческая природа безнадежна, греховна и нечестива. Мы все с вами были подобны Израилю с этим каменным сердцем. Третье, Божье судно нечестим, он реален и ужасен. Мы говорили об этом. Не думайте, что он обойдет вас стороной, если вы не во Христе. И последнее, Бог долготерпеливо призывает людей к покаянию. Я удивляюсь, как много сегодня людей, они жалуются, и они говорят, что смотри, уже прошло тысячи лет, а Бога нет. Знаете, они должны радоваться, что еще Бог милует их, что Бог им еще дает дыхание жизни. Как во втором послании Петра, Петр говорит, что долготерпение Божье, почитайте спасение. Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому долготерпение Божье, оно особенно видно в пророках. Мы очень часто думаем, что пророки, они только говорят о Божьем гневе, о Божьем суде. Друзья, пророчества, они переполнены Божьей благодать. Потому что сотни лет Бог терпел их, и он предлагал, пожалуйста, кайтесь, разве я хочу смерти грешника? Но в один момент ему нужно было уже их наказывать. Оно имеет свой предел. Эта книга пророка Изекииля благословит нас Бог, друзья, чтобы мы читали ее и применяли те уроки, которые мы могли сегодня с вами подчеркнуть из этой книги. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы обращаемся к Тебе в этот час и еще раз благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам эти минуты, где мы можем открыть Твое Слово и мы можем реально соприкасаться с Тобою, Господь, потому что Твоя природа, она открыта в Твоих словах. Ты проговорил, Господи, к нам и мы можем познавать Тебя, Господи, мы можем познавать Твой характер, Твою природу, Твою волю по отношению к нам. Господи, вот эти уроки, которые мы сегодня могли почерпнуть для себя из этой книги из Икииля, помоги нам, чтобы они остались у нас в сердце, Господь, чтобы у нас не было этого каменного сердца. Господь, кто еще на этом месте не знает Тебя? Я прошу Тебя, чтобы Ты использовал вот эти собрания, эту весть о Твоем суде, о Твоем наказании, Господи, пожалуйста, помоги нам понять и осознать всю реальность будущего гнева Твоего, который злится на всю эту землю и на всех, кто не во Христе, на всех, кто не познал Тебя через Христа, Господь. Ты знаешь, кто еще у нас в церкви есть, кто еще не знает Тебя. Ты знаешь всех людей, с которыми мы общаемся каждый день, Господи. Ты повелеваешь нам, чтобы мы вразумляли людей, Господи. Ты многим сегодня говоришь, смертью умрешь. Сделай нас способными, Господи, быть проводниками вот этой благой вести. Господи, мы сегодня говорили о том, что для этого Ты будешь нас сокрушать, для этого Ты будешь нас смирять, Ты будешь нас готовить к этому, Господи, потому что Ты хочешь, чтобы вся эта гордыня, которая у нас есть, она не препятствовала Твоей работе в нас и через нас. Поэтому, Господь, помоги нам относиться правильно ко всем трудностям, ко всем тем переживаниям, которые у нас есть. Господи, Господь, нашу сейчас предстоящую неделю, когда мы разойдемся на работы, в наши дома, Господь, помоги нам всегда помнить о том, что мы это мы Твои представители, Господь, для людей, Твои глашатые, Господь, помоги нам жить достойно звания, в которые Ты нас призвал, проповедовать людям о том, что у них есть возможность, есть шанс получить спасение в Тебе, Господь. Болим Тебя во имя Христа, для Его славы. Аминь. С миром Божьим, друзья. Следующее наше собрание воскресенье. Продолжение следует... Продолжение следует...